Всем добрый день, рад приветствовать на нашем семинаре. Меня зовут Владимир Владимирович, я начальник отдела анализа долгового рынка открытия брокера. Я сегодня в своем выступлении сфокусируюсь именно на рынке облигаций. Расскажу, что происходит сейчас на всех этих сегментах по евробандам, по рублевым государственным облигациям, по корпоративным облигациям. И, собственно, дам некий комментарий с тем, как инвесторам лучше поступать в текущей ситуации, что лучше покупать, где переждать, собственно, турбулентность, которая сейчас на рынках происходит. Начнем, давайте, с рынка еврободов. Он, наверное, самый пострадавший в настоящее время от введенных санкций, от запретов, которые существуют на рынке. Что касается вторичного обращения, здесь мы можем говорить и о российских еврооблигациях, и о иностранных евробандах, которые были куплены российскими инвесторами. К сожалению, вторичное обращение для российских инвесторов этих обоих сегментов практически закрыто. То есть, считай, НРД в Крэвстриме и в Раквере заблокированы, и, соответственно, никаких сделок ни по продаже, ни по покупке существует невозможно. Не знаю, есть смысл более подробно объяснить, почему… Есть. Да, да. Хорошо. Собственно, речь идет о депозитарии. Этих депозитариев может быть несколько уровней. В данном случае Крэвстрим и Евроклир – это головной депозитарий. То есть, в нем хранятся сертификаты всех выпусков еврооблигаций. Более низкий уровень – это депозитарий НРД. И, соответственно, дальше уже в НРД учитываются права каждого российского инвестора. То есть, российский инвестор, покупая бумаги через российский брокер, то есть, не знаю, как это раньше было, через Открыли, через Бирбанк, он их покупает, по сути, через НРД. То есть, его бумаги учитываются в первую очередь в НРД, и дальше смена собственников учитывается на более высоком уровне, то есть, Евроклир и Крэвстрим. Сейчас отношения между вышестоящим депозитарием и российским депозитарием разорваны. То есть, никакие сделки, никакие поручения от НРД не обрабатываются. Ну, как бы, основная версия, почему это происходит, как говорят, вышестоящие депозитарии, они не хотят нарушать санкции против, ну, введенные санкции против российских физических лиц. НРД не раскрывает конечных собственников, да, то есть, вот для Крэвстрима есть вот просто держатель НРД. НРД собственников конечных, то есть, вы, если там кто-то купил в бумаге, он их выше не раскрывает. Соответственно, Крэвстрим не хочет делать сделки, опасаясь, что он делает сделки с подсанкционным лицом. Почему не раскрыть информацию? Можно, потому что как раз подсанкционные лица у нас достаточно большой статус имеет, раскрывать, в том числе, не хотят. Ну, я так понимаю, что сейчас как раз об этом переговоры идут, о том, возможно, что вот как бы прозрачность повысить, с тем, чтобы российские инвесторы могли хотя бы, не знаю, получать купоны, да, получать погашение по бумаге, в принципе, делать сделки. Пока что все эти операции закрыты. Проверите микрофон, пожалуйста, у нас вроде не работает. Нет, он работает. А, да, просто вообще. А, да, так, да. А можно уточнить, то есть мы купоны по еврообилизациям не получим? Вот, РУС-28. Смотрите, есть бумаги, которые сертификации изначально хранился в НРД, по ним есть вероятность получить купоны. То есть я вот сейчас чуть-чуть дальше скажу, вот по поводу вторичного обращения, да, то есть есть рынок OTC, да, то есть небиржевой рынок, на котором обычно все делали сделки по евробандам. Вот для нас он сейчас закрыт. Теоретически есть рынок ММВБ, где вот мы можем в своем небольшом уровне продолжать делать сделки. Но действительно небольшой сегмент российских евробандов на ММВБ открыт, но он сейчас касается только гособлигаций, которые вот осин начинается с РУ. То есть они были изначально, сертификат хранился в НРД. По остальным бумагам, по российским корпоративным бумагам, по российским суверенным бумагам, который был iSync, там, XS обычно начинался, пока тоже никаких сделок нет. Вот, и ликвидность ограниченная. Недавно я общался с представителями ММВБ. Это, как мне сказали, буквально там, даже вот по тем бумагам, что есть, там 7 сделок по всем выпускам в день может происходить. То есть это практически ликвидности нет. Но опять переговоры идут, в том числе о возможности перевода сертификата в НРД, чтобы какое-то хотя бы внутреннее вторичное обращение прошло. Но пока в реальности информации, когда этот рынок будет открыт, его, к сожалению, пока нет. Собственно, что касается вторичного обращения, я сказал, по обслуживанию. Как вы знаете, многие компании попали тоже под санкции, у которых выпущены были российские еврооблигации корпоративные. Кому-то разрешают сделки, кому-то сделки запрещают. Ну, не сделки, прошу прощения, а, собственно, выплаты как купоны, так и погашения. Не знаю, наверное, в курсе, что по суверенным российским геново-бондам какое-то время проходили купонные платежи, но вот когда должно было состояться погашение выпуска «Россия-2» на 2022, собственно, разрешение на выплату не дали. Министерство финансов выкупило часть бумаг у российских держателей, а, собственно, для иностранных держателей этого долга они ждут майских праздников, по-моему, 4 мая, когда вот кончится льготный период, в течение которого должны быть осуществлены выплаты, если этих выплат не будет. Но, собственно, я думаю, мы в середине майских праздников опять в газетах увидим тему про дефолт по суверенным долгам. Ну, чем он будет решаться, на самом деле, я не знаю, потому что вопрос очень сложный, он, скорее, носит юридический характер. Министерство финансов утверждает, что они полностью выполнили свои обязательства, то есть они дали поручение на платеж в долларах иностранным банкам, этот платеж не прошел, они попытались сделать рублевый платеж, но, соответственно, это российская интерпретация ситуации, есть возможность еще интерпретировать у страны иностранных инвесторов, к сожалению, проспект эмиссии этого займа не предусматривает платежей иных, нежели чем в долларах, эти платежи не поступили, то есть теоретически у них будет возможность объявить дефолт, ну и, соответственно, я думаю, единственное, что там нам грозит пока что, это суды, обращение в суд, возможности, то есть обсуждение возможностей по структуризации либо каким-то вариантам погашения. Ну, здесь самый неприятный, собственно, момент в этом, это ковенанты кросс-дефолта, то есть это значит то, что вообще, то есть выпущено у России достаточно много еврооблигаций, да, там порядка 45 миллиардов долларов, и, соответственно, в них есть такое положение, что если по одному выпуску зафиксирован дефолт, то удержатели всех остальных займов получают право предъявить досрочную бумагу к погашению. То есть нам надо было погасить там на одну сумму, там полтора миллиарда долларов, если будет зафиксирован дефолт, нам могут предъявить бумаги полностью там на весь объем, на сумму чуть больше 40 миллиардов долларов. Ну, это тоже неприятно, я думаю, вряд ли мы это опять-таки, ну, как мне кажется, вряд ли мы это примем, то есть здесь, собственно, вопрос судов и чем это все решится. Ну, собственно, почему я об этом так рассказываю подробно, потому что собственно ситуация с Россией это будет как некий бенчмарк для корпораций, потому что, собственно, аналогичные проблемы у многих корпоративных заемщиков. То есть мы знаем уже целый список митентов, которым не удалось совершить платеж по купону, ну, и, соответственно, в принципе, это означает, что кто-то находится в техническом дефолте, кто-то находится в реальном дефолте. Как в этой ситуации действовать ни имитентом, ни инвестором, пока что никто не знает, собственно, будут ориентироваться, скорее всего, на вот эти суды, которые по-суверенному. Вот то, что, мне кажется, оптимальная схема для российских инвесторов, если смотреть по корпоративным бумагам, это то, что недавно предложил Совкомбанк. То есть они предложили обменять свои еврооблигации на локальные облигации в долларах, которые будут торговаться уже на нашей бирже. Вот. Мне кажется, если эта схема технически получится ее осуществить, потому что здесь, на самом деле, тоже, наверное, могут быть приконы со стороны депозитариев, насколько они сделок акцентуют. Но, в принципе, для наших держателей это нормальный выход с тем, чтобы они могли осуществлять сделки по этим бумагам и получать купоны, платежи и суммы погашения по долгу. Поэтому, мне кажется, если вот такая инициатива Совкомбанка пройдет, многие ремитенты по этому же пути пойдут и будут переводить локальную юрисдикцию своей варбанды. Теперь давайте перейдем к российскому рынку. Начнем с рынка ОФЗ. В принципе, я думаю, все понимают его важность, инвесторы и имитенты. Вспомните, что рынок ОФЗ стал первым, с которого возобновили торги на московской бирже. почему собственно это и важно и почему ОФЗ сейчас пользуется достаточно хорошим спросом у инвесторов. Если вы посмотрите, представил график, где собственно торги открывались, это кривая бескупонной доходности, дюрация и доходность. То есть открытие 21 марта собственно было на уровне где-то 17 годовых по коротким бумагам и уровне там 14-15 по более длинным. Собственно, вот синенькое это то, что сейчас. А серое это 18 февраля, то есть это до начала спецоперации. То есть мы видим, что доходность бумаг по среднесрочным и долгосрочным выпускам в принципе опустилась до уровней, до которых мы торговались до начала спецопераций. И только короткий сегмент пока предоставляет более высокую доходность. Собственно, почему это произошло, почему такой ралли на самом деле мы видели по ОФЗ. Попробуем основные факторы посмотреть. Ну, во-первых, продажа нерезидентам российских ценных бумаг пока в принципе запрещена. Соответственно, нету никакого давления с их стороны, то есть никто не стремится выйти по любым ценам. Кстати, насколько я понимаю, сейчас обсуждается ситуация, что делать с нерезидентами. Один из вариантов, из которых я слышал, это сделать им некую параллельную торговую площадку, где они будут торговать сами с собой или с государством. И, соответственно, правда, это, по-моему, не предоставит им возможности выйти, вывести свои активы из России, а, скорее всего, они также на счетах цепы заблокированы. Но это пока, насколько я просто слухи слышал, с вами делюсь, может быть, интересно будет. Вот. чем еще ОФЗ интересна? Это минимальный кредитный риск. На мой взгляд, почему я на этом останавливаюсь, в текущей ситуации кредитный риск стал более существенным, нежели рыночный. То есть, раньше по корпоративным займам говорили о средней вероятности дефолта порядка 2-3%. Сейчас оценки существенно ухудшились. Недавно Джипи Морган, по-моему, говорил, что по российским ценным бумагам они ожидают уровень дефолта на уровне более 20% в текущем году. В принципе, сказать, цифру, я думаю, возможно, они ее взяли просто из уровней рейтингов, до которых нам снижали оценку. Но, в принципе, я соглашусь с тем, что, может быть, не самой величиной, но с тем, что кредитный риск в текущих условиях существенно вырос по российским компаниям. Чуть позже об этом расскажу, но в ОФЗ мы этого риска пока не видим. То есть, во-первых, достаточно комфортный график погашения, комфортный график обслуживания текущих займов у Министерства финансов. Во-вторых, мы понимаем, что, собственно, печатать деньги у нас пока возможности у Центрального банка остаются, поэтому сложности в обслуживании, в погашении гособлигаций мы пока, в принципе, не видим. То есть, эти риски на горизонте, не знаю, мне кажется, до конца года пока не рассматриваются вовсе. Поэтому, в условиях, когда кредитные риски растут в целом, доходное и низкорискованное вложение, оно пользуется спросом. И, опять-таки, представители МВП недавно говорили, что физические лица стали активными покупателями ОФЗ, а их доля в сделках ОФЗ достигла порядка 30%, до этого, для примера, до всей ситуации она колебалась около 5-7%. На порядке. Обдержание. Что? Обдержание. Так он стал пациентом. Но я учитываю, что все-таки не очень сильные объемы, но по сравнению с тем, как это раньше было, пока несущественные на данный момент. Вот. Второй момент это переток средств с других сегментов рынка. Но мы увидим, что точно большая волатильность в валюте плюс ограничения по снятию наличности плюс высокая комиссия, которая недавно была при покупке валюты. Соответственно, ну, как бы, часть инвесторов откупнула от него колебания на рынке акций. Мы видим, как бы, тренд тоже негативный, который был последние недели на этом рынке. Собственно, у нас рынок ОФЗ начал восприниматься как тихая гава. На самом деле, давно такого не было. То есть, скорее, это было как один из сегментов. В целом, наверное, спрос был, возникал на рынке тогда же, когда возникал спрос на другие инструменты российские. Но в данный момент мы видим, что ОФЗ стал такой сейф-хэвен для инвесторов. И они паркуют свои деньги, пока не понимают, куда их вкладывать еще. Что у нас еще? Отсутствие новых размещений. Минфин недавно сообщил о том, что пока не планирует размещать ОФЗ. Правда, он сказал, что это, по-моему, звучало как космические ставки на рынке. Но мы уже все видим, что они не такие космические, поэтому, возможно, Минфин скоро передумает и все-таки выйдет с новыми размещениями. Но как бы то ни было, такие слова были. Поэтому пока с момента спецоперации никаких новых размещений ОФЗ не было. И, соответственно, это тоже несколько снижает спрос. Прошу прощения, не спрос, а предложение бумаг на рынке. Банки не мотивированы продавать с убытком. Еще в самом начале Центральный банк разрешил кредитным организациям для целей расчета нормативов использовать те цены по ценным бумагам, по-моему, на 18 февраля, если я не ошибаюсь. То есть банкам просто не было смысла продавать. Если ты продаешь, то фиксируешь убыток. Если ты не продаешь, они у тебя в банке и числятся на балансе по хорошим ценам. Поэтому продажи банков в какой-то степени была, но массово банки не продавали. На самом деле, как я уже хотел сказать, мы подошли к уровню 10% годовых, который как раз был на 18 февраля. То есть это на самом деле планка, где уже кредитные организации могут принимать решение, что им выгоднее. Продать и получить какую-то дополнительную рублевую ликвидность или продолжать дальше сидеть. Поэтому вот этот 10% это достаточно такая важная отметка, которую не так легко, на мой взгляд, будет преодолеть. Ну и факторы остальные, они связаны с инфляцией, с действиями ЦБ. Все мы видим, что инфляция в первой неделе очень сильно выросла, начала постепенно замедляться в последние недели. Последние данные, которые я сегодня прочел, плюс 0,25 за неделю, предыдущая была 0,2. Но как бы это все равно не там 3%, которые были поначалу. Поэтому рынок оценивает вероятность снижения ставки ЦБ достаточно высоко в пятницу. У нас прогнозы скорее, что это будет еще минус 200 базисных пунктов, до 15% мы уйдем. В принципе, наш более долгосрочный прогноз до конца года мы ожидаем, что до где-то 12-13% снижения ставки. То есть ЦБ, как уже Сергей правильно сказал, ему сейчас приходится ламировать между курсом рубль-доллар, между ростом инфляции, между поддержкой российской экономики видимо ситуация такая, что сейчас фокус немножко смещается как раз на поддержку российских предприятий, то, что им кредитование было по более привлекательным ставкам, поэтому пока что тренд на снижение ставки, но здесь момент, как у нас дальше инфляция пойдет. прошло пока что два месяца только опять-таки Вера Набиулина заявляла о том, что ждет в начале третьего квартала начало структурной трансформации российской экономики, посмотрим, как это будет происходить. Мои опасения тоже с этим во многом связаны, но собственно пока прогноз переходим к корпоративным облигациям. Слайд я назвал «Во власти неопределенности». В большей степени это связано с тем, что кредитное качество компании может существенно ухудшиться, но здесь основное собственно это разрыв логистических цепочек между российскими производителями и их западными импортнерами. То есть это как просто для импортеров они не могут приобрести продукцию, но это самый простой пример это наверное автосалоны например, которые пока непонятно что будут продавать. Чуть более сложный пример это например тот же КАМАЗ, у которого хоть и достаточно высокая степень локализации производства оценивается 60-70% насколько я помню, но все равно оставшиеся 30% это импортные комплектующие и насколько им удастся их заменить аналогами китайскими или другими азиатскими и они смогут найти российские это к сожалению неизвестно. Поэтому на самом деле эта ситуация просто в очень многих секторах экономики это фармацевтика которая во многом ориентируется на комплектующие зарубежные по сути это Россия ее компании они плотно вошли именно в глобальный мир и вот то что сейчас получается ситуация что мы закрываемся конечно ее пережить будет непросто вот соответственно основной мой посыл это то что кредитные риски сейчас по облигациям по корпоративным существенно растут поэтому необходимо пробовать эфирически представлять которое невозможно и следить за тем насколько они реализуются или нет то есть сейчас происходит этап когда мы движемся по инерции то есть живем на созданных запасах собственно опять-таки повторяю слова главы центрального банка вот но так жить до конца невозможно запасы всегда заканчиваются даже если гречку вы закупили и в конце концов тоже закончится рано или поздно вот поэтому мы на рынок корпоративных облигаций смотрим с одной стороны с осторожностью и собственно здесь предлагаем в основном две стратегии на нем работы то есть это консервативная и спекулятивная вот сейчас чуть подробнее об этом следующем слайде расскажу еще факторы влияния которых я хотел сказать Сергей тоже о нем говорил это снижение информационной прозрачности действительно ряд компаний решили отказаться от публикации данных по операционным показателям по раскрытию квартальных финансовых показателей с квартальной отчетности только на полугодовую перешел есть более сложный кейс это кейс кредитных организаций недавно ЦБ полностью запретил банкам публиковать отчетность начиная отчетность за 2021 год и пока насколько я помню по октябрь то есть всю отчетность банки должны убрать и соответственно не будут предоставлять новую в открытых источниках естественно ЦБ будет ее получать но мы с вами ее увидеть не сможем банки конечно же они из тех кто собственно пострадал от текущей ситуации многие находятся под санкциями понятно что будут изменения в кредитных портфелях будут требоваться какие-то дорезервирования что на капитал скажется то есть с банками на самом деле то что я по российским банкам в Субордан не лезть в принципе потому что регулятор может принять решение о докапитализации банков но что касается будет он это делать только самостоятельно или в том числе за счет кредиторов субординированного займа к сожалению прогнозировать невозможно но опять-таки скажу то что касается открытия у нас ситуация отличная я буквально просто сейчас делал некий апдейт записывать по кредитному качеству последние данные которые есть в наличии на 1 февраля очень хороший был буфер и по собственному капиталу была очень хорошая позиция по текущей ликвидности небольшой объем средств денежных на балансе то есть в данном случае открытию как раз я думаю что ничего не угрожает кроме того я знаю было принято решение в начале еще всей этой ситуации о том что будет приостановлена продажа банка открытия но как бы я здесь не открываю Америку это собственно открытие из открытых источников вот и недавно Набиутин сказала что собственно надо изменить подход к продаже банка открытия ну не знаю я это воспринимаю так что пока что открытие остается государственным и в какой-то среднесрочной перспективе скорее всего ситуация не изменится так что делать по еврооблигациям но к сожалению здесь ничего не остается держателям ждать разблокировки если будут появляться предложения по обмену на локальные выпуски наверное стоит участвовать потому что доллары сейчас в принципе по текущему корпусу сможете и так купить ограничения по наличной валюте они касаются касались бы как и купленных долларов так и полученных от еврооблигаций поэтому здесь разницы никакой нет то что касается ОПЗ интересными остаются короткие выпуски на мой взгляд 26-209 самый короткий это июль текущего года 26-220 26-211 это бумаги с погашением в конце текущего года начале следующего почему интересно потому что собственно это ралли по среднему и долгосрочному выпуску оно уже прошло как я уже сказал есть вот этот некий уровень к которому мы подошли и на нем появятся продажи от коммерческих банков поэтому ну учитывая все-таки неопределенность которая есть на среднесрочном горизонте пока что в длину я бы все-таки не рекомендовал врезать что касается ФЗ еще да есть индексируемые ФЗ достаточно интересные в принципе они не зависят от ставки ЦБ и от реальных ставок которые есть есть выпуски вот эти 52 которые начинаются они их тело да то есть не купон а вот именно номинал он индексируется на инфляцию вот поэтому сейчас в принципе в нормальных вариантах они предлагали даже премию в инфляции то есть у них есть еще дополнительный купон два с половиной процента но сейчас уже они торгуются на уровне там 103 6 6 6 7 8 7